Порошенко лучший друг детей. В офисе своей партии Европейская Солидарность он сегодня рисует вместе с ними карту Украины и украшает её звёздами Евросоюза. Ради сына бывшего американского вице-президента Байдена, рассказывает адвокат Трампа Джулиани, Порошенко и вовсе незаконно закрыл уголовное дело, а в обмен получил крупный кредит от казначейства США. Это преступление. Когда Порошенко взял деньги для Украины, это по всем законам был подкуп. Его должны посадить. Реально много людей погибло из-за того, что крали у армии. Броня была некачественная, двигатели БТР были неправильные. Это не просто коррупция, это убийство. Убийство людей, убийство государства. В посольстве США в Киеве новый начальник, временная поверенная Кристина Квинн. Работала во Франции, Великобритании, Таиланде, на Филиппинах и в России. Привезла приглашение от Трампа посетить Вашингтон. Но президенту Зеленскому пока некогда дурачиться с детьми в образе Супермена. В государственных делах эту роль примерить никак не удается. На первом же заседании Совбеза становится ясно, страну президент не уберег. Если на фронте убивают пули и снаряды, то в тылу безответственность, безхозяйственность и коррупция. Цена вопроса очень велика. Безопасность и благосостояние наших людей. Мать убитого прямо в центре Киева украинскими националистами публициста Бузины просит Зеленского о личной встрече. Дело все никак не дойдет до суда. Шахтеры после взрыва на шахте Лесная на грани бунта. Два месяца без зарплаты. Пикетчики гоняются за мэром Львова, требуя не закрывать предприятия, на которых работали. Закрыты десятки тысяч предприятий. Страна идет по пути деиндустриализации, деградации. Идея интеллектуализации. Украинская экономика близка к краху. Это, наконец, понимает и высшее руководство страны. Больше всего проблем для нас создает вероятность потери транзита газа через территорию Украины с 1 января следующего года. Есть проблемы с ограничением поставок нефтепродуктов из Российской Федерации со 2 июня. Это серьезный вызов для Украины, и мы должны быть к нему готовы. Зеленский в неформальной рубашке без пиджака, новый облик, заменил и практически всех участников Совбеза. Что мы видим от президента Зеленского? Он начал с нарушения Конституции, с нарушения закона, с кадровых назначений своих бизнес-партнеров, абсолютно некомпетентных. Это попытка создания новой командой, однопартийной системы руководства страной. Извините, мы такое уже проходили в 2010-м, когда партия регионов, по сути, монополизировала власть. Политическая жизнь кипит, а вот экономическая почти замерла. 1 июня правительство должно внести в Верховную Раду бюджетную декларацию на три года. Это важнейший документ, где в цифрах, шагах, стратегиях жизнь людей на следующие три года. Зарплаты, пенсии. Но заседание Кабинета министров сорвано, и страна опять остается в хаосе. Зато правительство принимает сегодня вот этот документ. Украинское правописание, важнейшее для страны, в фамилиях оканчивающихся на «ский», теперь непременно употреблять мягкий знак. Чтобы звучало «президент Володимир Зеленский», а то его уже и так сразу два вице-премьера заподозрили в пророссийской позиции. Соавтор предвыборной программы президента Шефер выступил за отмену закона языке, квотах и поддержке украинского кино. Думаю, это и есть реальные планы Зеленского в гуманитарной политике. В своё время для одного президента уже отменяли закон об украинском языке и писали новый. Судьба этих негодяев известна. Выгребли из-за поребрик, а украинский язык был, есть и будет. Во всю идёт предвыборная гонка, и каждой политсиле нужно завоевать как можно больше избирателей. Дошло даже до того, что «Батькивщина» Юлии Тимошенко объединилась с партией «Основа» донбасского олигарха Таруты.